ФИФУ 19 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 Офт Лиги Чемпионов и продолжит поход за трофеем, а кто-то окончательно сойдет с пробега. Посмотрим. Сегодня Арсенал встречается с Парис Энжермен. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше боевых отчаянных. Оправдает ли эта игра на свои ожидания, Георгий? Представляет место на нас известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфер на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоких как никогда, я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился. Тренер сделал выбор в пользу надежности и в контроле центроборта. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. В 2006 году открыли новый стадион Арсенала. Он располагается в нескольких кварталах от старого стадиона Хайбери. Ту территорию отдали от застройки. Но когда Арсенал играет в международные матчи, то в Европу этот стадион увеличивает роль Арсенал. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как Гозель. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из команды. Ну что, наш матч начинается. Дубль третий. Продолжаем игру мы. Посмотрите, что у нас будет. Так, я куда-то не туда побежал в данный момент. Ремзи дай пас. Ставит корпус, не расстается с мячом. Даем вперед. Мы забежали слишком глубоко уже. Бля, ну мяч у нас, слава богу. Ай, прям Вегетариан теряет у нас мяч очень плохо. Очень плохо. Ну что, у нас продолжается игра. У нас идет контратака. После жертвов ничего у них не выходит. Мы спокойно забираем его обратно. И тут выбивает его спокойно. И тут у нас борьба с братцем. Другой братец у нас побеждает матч. Точнее, блядь, тает мяч. Одни считают его гением, другие чуть ли не бездарностью. Мне кажется, что переоцененный футболист. И в реале он не заиграл. На мой взгляд, совершенно незаконно. А вот тут опасный момент. И воротарь спасает. Че? 11-метровый. Такой 11-метровый, господа. Это пенальти и отличный шанс. Ёп твою мать, это пиздец просто. Ёп твою мать. Мустафе, ну как ты так можешь, а? Пенальти, ёп твою мать, а? Охуенно. Охуенно. Они еще в Каване не забивают гол в пенальти. Отшуметь просто. Куда он бил, я не знаю. Так, у нас воротарь выбивает мяч. Продолжаем мы игру. Блин, наши проигрывают, наши проигрывают борьбу. Мы с мячом, мы даем пас на Кметаряна. Он обратно на меня, но только при этом опять я не могу. Чемпионов является Мадридский Реал. Это и более 10 трофеев, и первые места во всевозможных рейтингах. Но если в Испании конкуренцию Реала могут составить 2-3 клуба, то в Лиге Чемпионов конкуренция значительно более серьезная. Попадание в финал всегда сложнейшая задача. Даже для такого... Видишь себя, выбивая мячик на фланг. Даем пас, бежим вперед в атаку. Бля, ну тут и никак ни туда, ни сюда было. Блядь, ну как так можно было прииграть момент? А, мы с мячом. А, это куда пас? Я же попросил пас. Вижу, 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 вижу. Азил, 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 Азил. Хороший удар поворотом, но вратарь вытаскивает его. Ну что, продолжаем мы игру. Не справился он с волнением. Адриан Рабьев. Ковани. Терпеливо ждут они своего шанса. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переход. Кажется, появляется... Не, он закрывает его, закрывает его. Хороший ударчик, хороший был удар от Ремзи. Пока мы еще ничего не происходит у нас, пока еще интереса нет. Мы атакуем пока ворота, и мы опять с мячом. Даем пас, хороший пас, еще дальше пас. Чуть-чуть не хватило, как не хватило, чуть-чуть, блин, забить гол, а? Пока у нас все нормально, пока мы что-то хотим сделать. Братцы мы обламываем, тут Ремзи у нас выходит к воротам. И пей, Ремзи! И он забивает гол, 1-0. 1-0, господа, 1-0. Приминировал, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Команда провела в счетник, и, конечно, Унай Эмири Рафет в гол. Конечно, замечательно, мы забиваем гол, это просто супер. Опять у нас Ремзи забивает гол на 40 минут. Ну что, переходим мы в середине поля, и у нас ПСЖ начинает свою распасовочку. Ай, блин, ну куда там пасы давать такие, а, господа? И еще опаснее забить может абсолютно из любой ситуации. Ай, блядь, пиздец. Иначе отнимают у нас спокойно. Ну что, продолжает у нас игра. Ну что у нас? Отнимают, 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 отнимают. Самое главное отнять и не давать им ничего. А вот это было опасно. Опять выбиваем мяч в аут, Арсенал. Все, 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 первый танк заканчивается счетом 1-0. Крытая игра, брат. Ну да, да, неплохая. Ты классно играешь. Я тут недавно тусил с твоим корешем, Хантером. Прикольный чувак. Да, с Аликсом, правда? Ну это, передавай ему привет, когда встретишь. Конечно, брат. Удачи. Ага, увидимся. Ну что, продолжаем мы дальше игру. Начинает у нас PSG в середине поле. Мы дальше играем у себя дома. Начинаем первый тайм. Ох, блядь, чуть-чуть не хватило нам. Чуть-чуть не хватило, блядь, чтобы перехватить мяч. Это офсайд. И выбил у нас на офсайде попался. Да тут видно было. Тут даже думать нечего. Ну что у нас. Быстрая у нас игра. Офсайды, которые как раз мы перехватили мяч. И снова они с мячом PSG. Они их надо атаковать на самом деле. И мы надеемся, что у нас отыграется. У нас хороший пас дают. Но только, блядь, ибо рикошет был от нашей ноги. Вообще просто жестокий. Неправильный. И тут хороший удар от Неймара. Ну, выше ворот. А, такова не бил. Ну, что у нас удар от ворот. Человек у нас выбивает вот мяч. Он решил сдать пас Манеряю. И Манеряю теряет. И... Миллер чуть не забил гол. Вот это, блядь, ошибка жестокая была. Очень сильная ошибка была. Давай, давай, бери, бери, бери. Ну, хороший был пас. Такой хороший был пасик, а. Ну, куда так? Ремзи мог бы забить и второй гол. Буфу, он не капитан команды, блядь. Ну, он прям в вратаря ударил. Очень жаль. Это очень жаль, конечно, блядь. Мог бы и забить гол. Вот это ударчик. Опять на угловой уход мяч. Снова угловой. Ну, это у меня был закрыт. Я был закрыт. Бля, Квитарян мог забить гол, блядь. Хорошо сыграли они. Распасовочку. И опять на угловой, да, я так понимаю? Снова у нас идет мяч на угловой. Ай, ну, куда так выбивать мяч-то, а? Это гол, да? Нет, это не Ремзи был. Ай, опять теряем мяч в аут. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитов. Пассажир меняет Миллера. Вот, блядь. Видите, еще уставший после работы. Я пересъемку делаю на следующий день. После трудного рабочего дня, который у меня в этот день в серии 100% не выходит. Они у меня готовятся, но не выходят. Заранее они есть, но не до конца. Может, еще впереди может что-то исправиться. Не знаю об этом. Посмотрим. Но сейчас просто слишком много дел. Идут офсайд. Оффсайд. Теряется момент. Ну что, у нас уже 70-я минута. Осталось 20 минут основного времени. Мяч передаем обратно. Тут какой-то пас вообще был жестокий. Неправильно. Ну, блядь, судья мне помешал. Блин, ну никак отнять нормально не можем, господа. Ну что творите, господа? Да, блядь. Ну как так мячи-то можно терять, да? Старший Уильямс с мячом. У Терри Уильямс с мячом. Хороший пасмар. Хороший владение мячом. Перестрахнуть площадью. Но пора бы обострить. Да знают, что меня могут поменять. Ну а что делать-то? Если команда из обороны никак уйти не может. Нифига. Гранит, Джак. В домашней команде выйдем мы сейчас замен. Готов уже игрок выйти на поле. Ждет разрешение орбита. По флангу хороший пас происходит. А вот это нарушение. Это нарушение. И что, за это ничего не дают? Что нас меняет? Нифига себе пора событий. Какой был хороший удар на самом деле. Ёб твою мать, а. Да, блин. Ну как бы терять-то можешь мяч? По оборону бежим. В барону. Мне пофигу на эту. Статистику, блин. Вот эту, блин. Фигню нафиг мне не надо. А вот это опасно был. Чех у нас спокойно вытаскивает мяч. Да, блядь. Я ничего не могу сделать уже. Все. Чех у нас выбегает. Это замечательно просто. Пас. Ну куда там прям Буфону бить, а? Все, с листом побежаем. Мы в ПСЖ срешетом 1-0. А че, мы выполнили задачу. Только свой результат я. А я думал, мы ничего не сделали. Но замечательно мы выполняем все свое, что хотели выполнить. По идее, у нас два раза подряд, когда я эту перебровку делал, Аякс у нас поражение получал. Грубо говоря, аж опасно и все остальное. Это мы все увидим в прекрасном видео. Ну мы отыграем весь матч. Ну мы тут первый раз, блин, 1-1 сыграем. Мы забили гол. 1-1. Потом 2-0 сыграли. Ну там рейтинг у нас покруче был, кажись. Ай, нифига, как вырос он. А так он не рос у меня. Это, как вам сказать, тренеровая доверенность. Типа говоря. Сейчас уровень посмотрим, насколько повысился. Не, а вот как и первый раз у нас, как первый раз. Второй раз у нас покруче был. Ну ладно, ничего страшного, продолжаем мы дальше. У нас 19 очков есть, это замечательно просто. Ну что, давайте на этом ноте будем остановиться. Увидимся в следующей серии трех прохождений. Всего удачи вам и пока.